Федерация Тэквондо округа провела детско-юношеский турнир. Спортсмены выполнили основные упражнения по общей физической подготовке с элементами восточных единоборств. Тему продолжит наш корреспондент. Челночный бег, прыжки в длину, наклоны вперед, шпагат, прыжки через скакалку, отжимания и пресс. Комплекс упражнений по общей физической подготовке предстояло выполнить участникам соревнований. Елизавета Любимова с раннего детства занимается гимнастикой. Теперь увлеклась Тэквондо. Я недавно получила обрела желтый пояс, но я занимаюсь даже не меньше, чем год. Тут есть спорт, можно найти друзей, еще можно стремиться к цели своей. Впервые в этих соревнованиях приняли участие дети с аутизмом. В секции Тэквондо они занимаются адаптивной физкультурой с начала года. В группе 30 человек, 10 из них на турнире. Даниил Александров в общем зачете занял второе место. Сейчас это у меня первая попытка в соревнованиях. Только раньше вся моя семья участвовала в танцевальных конкурсах. И занимали первые и вторые места. Я прыгнул на дистанцию метр сорок три. Для меня это результат офигенный. Физические упражнения – доступные и эффективные средства для развития детей с расстройством аутистического спектра. Каждому ребенку на соревнованиях особый подход. Дети с синдромом аутизма, они антисоциальные. Наша основная задача – социализировать этих детей, чтобы они не боялись общества, чтобы в дальнейшем они могли влиться безболезненно для себя и полноценно идти по жизни. Группы, которые у нас занимаются по этой программе, они малочисленные группы. И, соответственно, тренер подбирает индивидуальный подход, исходя из их медицинского диагноза и заключения врачей. Моя цель основная всегда заключалась в том, чтобы помочь детям. Ввиду того, что я взял спортивный опыт и соединил это с нейропсихологией, получилось классное направление адаптивного Тэйхвандо. Детки очень быстро усваивают материал. В соревнованиях приняли участие 300 детей от 4 до 15 лет. Всего федерация Тэйхвандо-Люберец объединяет более 500 спортсменов.